Доброе утро, добрый вечер всем, всем мире, не знаю откуда вы слушаете, но здорово что слушаете. Сегодняшняя тема Бропа Стритмэп и заброшенную пешеходную отвергнутую. Вот это мой личный проект, мне интересно как пешеходные данные замаплены в разных частях мира. Извините, что такой громкий заголовок. Отвергнутый пешеход, но увидите, что данные его подтверждают. Моя работа в Фейсбуке, я работаю над Mapillary, это панорамы уличные. Если вы редактировали OpenStreetMap, то наверное видели правки из Mapillary. В конце я покажу, но сегодня мы будем смотреть пешеходную структуру и что можно сделать, чтобы сделать все лучше. Вот это план, если хотите, нажмите паузу структуры доклада, но я двигаюсь дальше. Начну с самого начала современной эраклитографии, и кто-то может разочаровать гугл-карты в презентации про ОСМ. Но вообще, конечно, гугл-карты очень сильно повлияли на цифровые карты и описывая в частности. И видите, как сильно они изменились с самого начала. Они были одним из первых в цифровой фотографии. Много экспериментировали. Многие наши традиции пришли от них. Ну и они построены с очень автомобилицентричной точки зрения. Вот. И это большая проблема карт нынче, что пешеходов часто не замечают. Вот. И это меня вернуло. Вот если вспомните, для чего я делаю первые карты, их делали сам для автомобильных задач, дорог. Вот. И большие компании картографические, которых вы, наверное, знаете, они делали это много лет. Так же, как и гугл, они делают карты для тех, кто ездит по дорогам. Вот. Если вернуться в нулевые года, вот, если вы похожи на меня, вы, наверное, печатали бумажные карты. И раньше это было очень классно, что можно было распечатать карту маршрута вместо того, чтобы выискивать места в огромном атласе. Вот. Это было довольно просто посмотреть свой маршрут. Были приложения типа MapQuest, в которых особо не было карты. Но все равно очень здорово. Вот. И это начало OpenStreetMap. В 2006 году мапперы собрались на острове Уайт. Вот. И интересно, что, если раньше вы делали картовстречу, вы шли с группой людей, вот, и вы, по сути, заполняли пустую карту. Вот. И ваши правки были очень заметны. Вот. Сегодня, конечно, вы уже заполняете мелочи. Вот. Но вот первый вот этот вклад в карту. Вот. И тогда уже думали, зачем нужна карта. И, собственно, в самом названии OpenStreetMap заложено, что это карта улиц. То есть это не столько карта велодорожек и троп. Вот. Как-то, видимо, не ожидало, что он станет такой всеобъемлющий. Вот. До начала этой темы я запостил твит, чего бы вы больше хотели в вашем городе, на что больше тратить деньги. Вот. И я бы, конечно, выбрал пешеходную инфраструктуру. Пешеходную инфраструктуру, которой очень мало. Вот. И обычно, когда вы вставляете твит такого презентацию, то он должен как-то поддерживать тему презентации. Но было интересно, что большинство людей считают, что велодорожки и общественный транспорт все-таки важнее, чем пешеходы. Вот. Я согласен, что это важно. Вот. Но это не вопрос или. Вот. И реально все, кроме дорог, должно финансироваться. Пешеходы получили все два голоса. Общественный транспорт, велодорожки, пешеходная структура. Вот. Нужно все развивать. Итак, как я подхожу к этой теме? Ну, я подумал, что было прикольно выбрать пять городов из разных частей мира, разного населения, разные культуры и подходы к планированию. Вот. И при этом, которые я знаю. Так что начать было бы здорово с города Фоллсом в США, где я сейчас живу. Гельберг в Германии. Это место, где последняя физическая конференция с ОТОМ прошла. Гельберг в Австралии. Это мой родной город. Вот. Я провел много лет. Стонтаун в Танзании. Очень классный город с активным ОСМ-сообществом. Был там пару раз. И Есан, Южная Корея. Родный город моей жены. Вот. И выбрав эти города, я решил ответить на пару вопросов. Какие данные по пешеходам внесены в OpenStreetMap и как близко это отражает реальность, реальную инфраструктуру. Я начал скачивая набор данных, скачивая данные для каждого из городов. Вот здесь простой запрос в Overpass, который содержит список тегов, которые, как мне кажется, отражают пешеходное аккортирование. Вот я составил первый лист и попросил первый список, попросил коллег его дополнить. Вот. В частности, они предложили скачивать области, а не только линии. Вот. Так что мы подготовили вот такой список. Даже интересно, пропустили ли мы что-то или все, что нужно. Вот. Ну, кажется, что это более-менее отражает пешеходную инфраструктуру. И потом, скачав это, я открыл это в Кугис. Вот. Для всех пяти городов Мельбурн очень хорошо показать. Вот. Видите точки, которые... Красные точки пешеходной переходы. Линии. Желтые линии тут особо не видно. Вот. Ну и площадь там тоже есть. Вот. И в таблице атрибутов Кугиса можно фильтровать индивидуальные линии и точки и смотреть, какие теги у них есть. То есть слева вы видите линию для велодорожки, справа вы видите точку для пешеходного перехода, и можно исследовать все эти объекты. Вот. Это я сделал для каждого города. И покажу, что я нашел в каждом городе, что есть в Осме, и как это похоже на реальность, то, как я ощущаю эти города. Это Folsom, где я живу сейчас. Типичная субурбия. Вот. И то, что я заметил, когда я приехал в Folsom, и что запустил этот доклад, это то, что пешеходная инфраструктура может быть вообще отличной, широкие тротуары с двух сторон, дороги, и все отмечено отлично. И потом раз, и все заканчивается. И вы стоите перед шестиполосной магистралью, и непонятно, что делать. То есть инфраструктура просто заканчивается, потому что люди обочисаются в машину и едут. Вы не предполагаете, что идете туда пешком. Вот. В бизнес-кварталах тоже отличная инфраструктура. Даже если хотите пройти 200 метров, проще сесть в машину и проехать. Вот. Такова реальность. Вот. В Осме, там много тегов. Highway Footway, Paths, Тропы, велодорожки, парки очень хорошо замаплены. Вот. Коммерческие кварталы хорошо закартированы. Но в жилых кварталах очень не хватает пешеходной инфраструктуры. Так что есть кто улучшить фолосами США. Килиберг. Видим карту. Здесь все очень плотно. Вот это город дружелюбный к пешеходам. И вообще центральный транспорт там отличный. Мне очень понравилось. Очень легко перемещаться. Особенно, когда не идешь в гору. Вот. Я был в городе в 2019-м на сайте of the map. Вот. И университет там. Те, кто занимается Open Road Service. Что, в принципе, объясняет много закартированных инфраструктур. Вот. Теги, которые я там нашел. Интересно, что много лестниц. Вот. Много отмеченных тротуаров. Sidewalk. Left-right. То есть этот тег позволяет не рисовать тротуар отдельной линией. Вот. И они отметили много линий для тротуаров тоже нарисовано. Вот. И прикольно, что там есть теги типа освещенности, покрытия, качества дороги. Что дает нам более детализированную картину, что там с пешеходной структурой. Теперь Мельбурн, Австралия. Мой родной город. Центральный район очень хорошо закартирован. Там очень хорошая пешеходная структура, широкие открытые тротуары. Вот. Плюс того, что город молодой. Можно планировать как хочешь. Вот. Очень много тротуаров. Парки отлично закартированы. Вся инфраструктура есть. Есть дыры. И эти дыры, в общем-то, отражают ситуацию в реальности. Дыры в пешеходной инфраструктуре. Например, вдоль широких дорог, которые разрывают городскую сеть. Вот там, где все высотки. Но есть данные, которых не хватает на карте. Например, внизу справа видите жилые кварталы, которые практически пустые. Хотя там много инфраструктуры. Но в целом, выглядит хорошо. Вот. Там тоже освещенность и покрытие. Вот. Интересно, что есть много пешеходных областей, как пещадей. Вот. Это, да, это то, что я не ожидал видеть. Вот. Но интересно, как в разных городах по-разному замаплено есть такие вот большие площади. Теперь Стоунтаун в Занзибаре. Старая часть Занзибар-Сити, которая в Танзании. Очень хорош для пешеходов. Большей частью потому, что машина просто не проедет по этим узким улицам. Вот. Часто по ним ездят на Веспах, мотороллерах. Вот. Но в целом отличный город, чтобы хейт пешком изучать его. Вот. И все эти пути очень хорошо закартированы. Вот. Много highway pedestrian. Вот. И много площадей. Чего здесь не хватает. Это части... Не хватает тротуаров там, где они есть в новом городе. Вот. И можно сделать проект по картированию вот этих новых районов. Тем более, что там есть нормальный панорама, который Федерико отослал. Так что вот. И, наконец, Ессан, Южной Кореи. Родной город моей жены. И на карте там вообще особо ничего не было, касательно пешеходной инфраструктуры. Ну, в общем-то, и в целом в OpenStreetMap. То есть я там что-то добавил, конечно, но работа здесь через край. Вот. Здесь спутниковые снимки не очень хороши. И даже базовые данные совершенно устарели. Вот. Так что тут есть что покартировать. Вот. Так что я даже вспомнил начальные дни OpenStreetMap. Вот. И особо нечего комментировать. Нужно все рисовать. Вот. Реальные тротуары... Часто их нет. То есть вы идете по тищим жилым улочкам без тротуаров. Но там нет движения, так что это довольно безопасно. Вот. В коммерческих кварталах там, конечно, есть тротуары. Их надо замапить одними линиями. Так что вот мой очень ненаучный результат работы. Вот. Что добился каждый город на карте ОСМ и в реальности. Вот. То есть в середине карта. Фолсом. Нужно поработать, чтобы дорисовать карту OpenStreetMap. Инфраструктура местами отличная, местами чудовищная. Геннинберг. Четыре звезды ОСМ. Вот. Очень отлично все закортировали. Вот. Инфраструктура пять звезд. Все феноменально. Общий транспорт, пешеходные велодорожки. Мельбурн. ОСМ. Ну, не хватает пары районов. Но в центре все хорошо отрисовано. Так что то на то. Инфраструктура отличная. Много пешеходов. Просто в некоторых районах города не хватает. Но в целом все хорошо. То же самое, по крайней мере, в старой части Стоунтауна. Зендибар. Три звезды за пешеходную инфраструктуру в старом городе. Но соединения старой и новой части города очень не хватает. Инфраструктуры. Но в старой городе все отлично. Вот. И надеюсь, что скоро будет еще лучше. Вот. И я видел, в новой части города там много строительства идет. Так что, скорее всего, будет лучше. Ясан. Одна звезда OpenStreetMap. Ничего нет. Две звезды инфраструктура. Не лучшее место, чтобы ходить пешком. Но там довольно тихо. Вот. Но закортировав всего OpenStreetMap, возможно, мы как-то на это повлияем. Так что, это приводит к вопросу. Где данные? Я думаю, что есть три причины, почему пешеходных данных нет. Потому что карты, в основном, изначально были более влияем, делались компаниями, которые для автомобилистов. Не сказать, что это критика компании. Просто так все строило. То есть компания типа TomTom, Heer, они, в общем-то, вышли и занимаются автомобилями, автомобильной индустрии. То есть карты типа Shell, Mercedes, которые владеют Heer, Toyota, все эти карты, они разрабатывали на авиационные системы. И это привело к тому, что и ранняя веб-картография тоже была ориентирована на машины. И это повлияло и на OpenStreetMap. Вторая причина, что вот это все, оно очень большая инерция. Что методы сбора данных ориентированы на машины, то есть они сидят в машинах и собирают данные. И все карты собираются с точки зрения автомобилиста, а пешеходные фичи не очень заметны. То есть они не видят того, что видят пешеходы. То есть нужно сместить точку зрения картографа на пешеходную структуру. И последнее, и это на нас как сообществе, чтобы это улучшить. Пешеходные данные сложно собирать. То есть нельзя ехать 60-80 км в час и собирать данные. Нужно брать дело в руки и ХАИС картировать. То есть вот J2 ходит с фотоаппаратом и собирает данные в Mapillary. Которые не очень масштабируются. Так получается. Тоже со спутниками, снимками. То есть вот видите, есть там справа. И на снимке Bing вообще не различить тропы под деревья, в то время как в Mapbox что-то есть. И видно, где дорогу. Так что здесь GPS треки могли быть полезны. Что же делать? Ну вот пример лестница в мексиканском городе. Отличный путь, чтобы срезать дорогу. Машинам приходится очень далеко объезжать, чтобы забраться на холм. А пешеходы могли просто пройти. Но если человек старый или на коляске, то им может быть неудобная дорога. И если они пользуются OpenStream, я не уверен, что навигационные приложения смогут понять, что эти данные, что человека там можно пройти. Самое простое, давайте собирать снимки в Mapiori и заливать их, чтобы в редакторах IDEJOS можно было их использовать и уточнить инфраструктуру. В том числе и лестница типа такой. StreetComplete. Вот, люблю это приложение, он дает разные задачи, которые можно решить прямо с земли. Типа, есть ли тротуар, сколько здесь ступенек, есть ли здесь перила, какое покрытие. И это создает вполне предупределенное отражение ситуации. Вот, есть приложение GoMap, которое отличный редактор для платформы iOS. Вот, похоже на JOS, но дружелюбно к интерфейсу телефона. То есть здесь тоже можно ввести пешеходные разные атрибуты, типа, есть ли там перила. Вот, классное приложение для Android Vespucci. Очень похоже, в общем-то, на GoMap. Удивительно, сколько данных можно нарисовать, даже не притрагиваясь к клаптопу, просто на телефоне. В общем, до вопросов хочу передать привет людям и организациям, которые работают над пешеходной инфраструктурой. Лига Пэшнелл из Мексики, они постоянно думают, как улучшить инфраструктуру в городах, как помочь правительству фокусироваться не только на автомобильных дорогах, но и на пешеходной инфраструктуре. Уилл Мэп из Германии привлекает внимание к доступности дорог, и Open Sidewalks думают над стандартами для картирования тротуаров. Они работают в Соединенных Штатах, но их, то, что они делают, можно применять более широко. Вот, задают общие вопросы, типа, как нам картировать пешеходную инфраструктуру. Ну, как в вашем городе с пешеходной инфраструктурой? Что, где и зачем вы маппите? Это то, о чем мне интересно с вами поговорить на сессии вопросов или в Твиттере. Пишите мне. Вот, надеюсь, вам понравилось. Давайте, можно поговорить про МакВиллари. Вот, есть обсуждение в Телеграме, где обсуждают все, и приложения, и можно обсудить пешеходную инфраструктуру. Или пишите мне напрямую в Твиттер, LinkedIn, GitHub или на почту. Так что, надеюсь от вас услышать. Здорово, что вы это послушали. Вот, надеюсь, что в будущем сможете встретиться лицом к лесу. Вот, и жду посмотреть, что вы думаете насчет пешеходного картирования. Спасибо, Эдуардо, за рассказ. Перейду к вопросам. Первый вопрос. Как вы считаете, повторите? Как вы думаете, OpenStreetMap имел какое-то влияние? Ну, я рассказывал о годах до OpenStreetMap, то есть раннее время OpenStreetMap, когда веб-карты только развивались и карты печатали из интернета. И люди тогда еще особо не использовали ОСМ. Вот, и вот тот склад ума картографов повлиял на тех, кто делал OpenStreetMap. Но OpenStreetMap в последние 15 лет сам влиял на многие проекты. Вот, и я пытался понять, почему даже внутри OpenStreetMap нет такого фокуса на пешеходное картирование. Я понимаю, что это сейчас, наверное, меняется. Вот, но видно, что многие технологии, они все-таки фокусируются на автомобильном сборе данных. С данными, которые вы собрали, как думаете, можно ли дать городам, привести городам какую-то пользу в контексте пешковой инфраструктуры? Да. 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 И да. 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 Можно, конечно, расставлять, давать очки городам за пешковую инфраструктуру, можно придумывать некие критерии. Но основная проблема – это то, как неравномерно закартировано около стритмэп между городами и между странами. Где-то есть инициативы типа Open Sidewalks и квартиры тротуаров. И я надеюсь увидеть подобные инициативы в других странах. И какие-то схемы, которые помогают картировать пешковую инфраструктуру. Недавно кто-то мне сказал, что у них есть модель с акрониумом GOT. Их модель отлично работала в Мюнхене. Потом они применили в Колумбии или Мексике. И было очень сложно заставить эту модель работать. Если бы у нас в картине тротуаров было больше стандартизации, то было бы проще запускать модели в разных странах. Насколько активно местное сообщество в Йесане? И если не очень, то как это изменить? Может ли помочь приложение StreetComplete? Хороший вопрос. OpenStreetMap в Корее не очень развит. Южная Корея очень развита в контексте технологий. Почти абсолютно все, что есть у нас, есть у них. У них есть свои телефоны, свои карты. Аналог Google Maps. Есть свой мессенджер типа WhatsApp. Но OpenStreetMap особо не популярен там. Там у них есть Telegram-группа с несколькими корейцами и ботами. Но в Корее что-то типа один бот на одного человека. Там большой фронт работ. StreetComplete мог бы помочь. Но, возможно, когда закончится карантин, стоит организовывать какая-то встреча. В следующий раз, когда я поеду, наверное, попробую что-нибудь такое организовать. Но в итоге все зержится на местных картографах. StreetMaping relates to public transport mapping. Because every journey begins and ends as a pedestrian journey. How do you see the relationship between these two months? Пешеходное картирование связано с картированием общественного транспорта. Потому что любое путешествие начинается с пешеходных. С пешехода. Как вы считаете, связаны эти виды картирования? Да, конечно, то и то явно связано. Те, кто есть на пьесе в транспорте, им сначала нужно отдойти. Это связано и с другим, с коммерческой активностью, с магазинами. Но в городе, где я живу, если мне нужно куда-то добраться, мне приходится сесть в машину. Хотя раньше я ходил пешком в супермаркетах, в кафе. Так что в некоторых городах это важно. То есть в том же Ясане, в связи с пешком, там важно иметь пешковую инфраструктуру. И очень важно картировать и автобусные остановки, и пешеходные тротуары, и так далее, чтобы увидеть, где дыра, где проблемы с инфраструктурой, как пешеходной, так и общественного транспорта. Вот если у нас нет карты, то гораздо сложнее общаться с муниципалитетами, объяснять им, что есть проблема. Мапиллари incorporate individual photos contributed by pedestrian and it's less accurate drive-by imagery. Я не могу понять, что вопрос. 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 Если вопрос о пешеходной, имя и мапиллари, и я не могу понять, что вопрос. Вопрос, может ли мапиллари вставлять фотографии, которые присланы пешеходами, неточны, в свои автомобильные последовательности фотографий? Ну, приложение позволяет собирать фотографии, как угодно, и надеюсь, что будет больше фотографий от пешеходов. Вот, и главное, что панорамные камеры более доступны. Вот, и можно взять панорамную камеру и пройти по тротуару, и это будет несложно собрать много снимков. Вот, мы планируем раздавать камеры панорамные в рамках своей программы раздачи камер. Ну, да, мы рады, когда нам присылают одиночные фотографии последствий от пешеходов и то, что мы хотим продвигать. Считаете ли вы фичи равной доступности, типа пандусы, части пешеходной инфраструктуры? Да, конечно, очень важная тема. Вот, хочу помнить, вот, важно, что фотографии помогают картировать всю эту инфраструктуру. Вот, хочу помнить, пикфориевью, которая показывает фотографии и помогает редактировать карту. Вот, и, в общем, очень важно обозначать всю инфраструктуру. Вот, стриткомплит, тоже здорово, что он помогает отмечать всю эту доступность. Так что, да, классное приложение, там отвечал на вопросы по тактильной плитке. Спасибо большое, Эдуадо, и спасибо всем, что присылали в эту сессию. Спасибо.